всех приветствую на своем канале сегодня мы поговорим про немецкий язык и про такую часть экзамена как schreiber и так зачем нужна эта часть экзамена ведь вполне логично если приходит на экзамен человек который умеет читать умеет разговаривать умеет слушать ну наверняка он должен уметь и писать но давайте вспомним что германия это интернациональная страна и очень много людей приезжают из других стран в этих странах люди могут писать справа налево например арабский язык и плюс еще какими-то там иероглифами с точечками непонятными также могут быть например корейцы которые пишут тоже весьма специфическими символами могут быть азиаты которые пишут иероглифами ну и вот немецкий язык для них может быть абсолютно новым инструментом для письма и они реально могут не уметь писать слева направо вот этими символами немецкого алфаита вот и это для них станет настоящей проблемой для людей из стран снг это в принципе не вопрос поскольку мы пишем алфавитом кириллица и мы пишем слева направо тем более большинство людей знакомо с английским языком как вы знаете немецкие аналиски это аналисовская группа у них очень похожий алфавит поэтому вот с этой позиции для всех наших людей которые будут сдавать экзамен это не будет проблемой но это может стать серьезной проблемой для тех кто никогда не писал слева направо или писал там какими-то специфическими символами также может быть такая ситуация человек прожил в германии например несколько лет или не в германии но находился в немецком обществе и на слух он научился разговаривать для примера возьмем немецкая семья рождается ребенок в 4-5 лет этот ребенок становится фактически носителем языка это уровень там b1 b2 без проблем но при этом ребенок совершенно не умеет писать и в 6 лет в 7 лет он идет в школу где преподаватели рассказывают как пользуются карандашом ручкой учат опять же тот же алфавит грамматику и малыш учится писать вот поэтому часть шайбен я думаю нужно именно вот для этого также есть такая штука что проверять этот шайбен есть такая штука как стиль написания это официальный стиль деловой стиль или бытовой вы скажете как бы все понятно но но я скажу что например из саксонской группы английский язык самый близкий язык немецкого там местоимения все you официально неофициально you и все и как бы пишешь письмо пишешь этот you а теперь представьте приезжает человек который знает мотор шпах только английский язык ему дают множество местоимений дают китайские палочки говорят а пожалуйста вот по стилю разложи эти местоимения сюда уважительные а это вот бытовые их нужно вот сюда это тоже вопрос для человека и он может ну скажем так не знать как правильно это сделать дальше шайбен проверяет умение и знание шаблона как в принципе составляются письма первое это идет приветствие где в этом добрый день официально или неофициально второе это описание проблемы третье это варианты решения проблемы и четвертое это до свидания здесь все тоже как бы понятно но хочу обратить внимание что немцы вот на интеграционных курсах учат людей не только писать но и грамматически верно составлять письма многие люди опять же там страны снг они никогда в жизни не работали с документами да там писали какие-то смс ки в телефоне но официальные письма может быть иногда там раз в пятилетку какой такой как и составлял нужно отдать должное германия здесь объясняет как это правильно сделать приведу пример например мы пишем письмо в джоп-центр и мы хотим сделать это правильно чтобы человек получивший письмо не думал а что же это такое и вообще зачем мне его прислали первое приветствуйте официально второе объясняете причину вашего обращения вы пишите в прошлом месяце вы присылали мне такой-то документ я его потерял но он не очень нужен чтобы зарегистрироваться в каком-нибудь там социальном магазине в тафеле третье решив вы предлагаете решение проблемы пожалуйста пришлите еще раз этот документ я вам буду очень благодарен и четвертое с уважением ну и как вас зовут та же самая информация но поддается в неправильной форме и часто это бывает в реальной жизни я работал с документами и знаю что это неправильно составлено письмо когда его крутишь руках такой себе первое вы делаете приветствия все по шаблону потом прошу прислать мне письмо на почту тут человек об какое письмо зачем мы же вроде бы отсылали потом вы пишете прошлом месяце вы мне его уже присылали все тут вообще ступор прошу прислать но вы мне его уже прислали и у персоны которая работает там уже что-то в голове не понимает зачем вы написали поэтому германия учит не только шайбен но и правильно обращаться с информацией другой пример жена мужу пишет записку неофициальный стиль email пускай это будет неправильно купи молоко точка правильно дорогой любимый муж это поприветствовали второе описание проблемы или задачи как ты знаешь на выходных приезжает наша мама и я собираюсь печь пирог но в холодильнике закончилось молоко описали задачу описали проблему третья прошу тебя предложение решения решение поставленной задачи прошу тебя сегодня вечером сходить магазин и четверто целую твоя ну и как там живут зовут жену это правильно составлено неофициально письмо жены по отношению к мужу надо купить молоко так был вопрос комментариях какие темы выпадают на шайбен какие там как можно приготовиться к этим темам мой совет не нужно готовиться к какой-то прямо конкретной теме там кохен там не знаю там тузамин шпатсеренгейн ничего это не надо делать надо больше сконцентрироваться в том чтобы набрать некоторые шаблоны первое вы решаете задачу по количеству слов на экзамене нужно сделать письмо не менее восьмидесяти слов и второе в некоторые шаблонные фразы вы можете вставлять ситуации которые вам нужно будет описывать ну вот например вы можете писать как в официальном таки в неофициальном стиле мне нужна твоя или ваша помощь вступление . и пошел там описывать проблему это шаблонная фраза можно опять же не официальный официальный стиль писать к сожалению на этой неделе я работаю можем ли мы встретиться в следующий понедельник чтобы обговорить это то есть это может быть и обращение в джоб-центр по какому-то вопросу может быть например обращение к хаусмастеру может быть это обращение к своему другу по какой-то там бытовой вопросе бытовому вопросу но это некоторый шаблон и его можно использовать в конечной части можно просто написать дай или дайте мне знать до такого-то числа тоже шаблон следующее на что хочу обратить внимание в шайбан у нас в одной параллельной группе по сложилась такая ситуация эту ситуацию группа поняла уже после экзамена многие люди выбрали объявление в доме поломался лифт и нужно написать обращение к хаусмастеру чтобы приехала бригада и починила этот лифт многие студенты не знали слова аукцух лифт но кто-то забыл может кто-то не знал вот но вроде бы как все понятно там обратиться попросить там помощь там еще 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 по контексту задача несложная но ключевое слово они не поняли и начали девочка одна начала писать текст уже потом она вышла узнала что же такое говорит ой-ой-ой я там сделал ошибку она написала что в моей квартире поломался лифт то есть вы понимаете если вы пишете в моей квартире то вы не до конца чего-то вообще поняли и соответственно экзаменатор понимать что человек пишет как-то так немножко наугад но тут ситуация тоже двоякая возможно он понимает что такое овцух ну слово там хаус случайно поставил там вон ух квартира но если например вы напишите у меня на кухне поломался аукцух ну тогда вы как говорится уже там какой-то балл потеряете может быть вообще не пройдете по шайбану я к сожалению не знаю сколько их поставили по шайбану я в комментариях видел что отписывались люди которые представлялись экзаменаторами прокомментируйте интересно вот такая вот ситуация человек слово забыла уцух написал в таком смысле письмо но если например все идеально правильно но только вот по смысловой нагрузке он сделал грубую ошибку будет ли это засчитано или нет следующий совет или бонус даже можно сказать так в задании шайбан у вас идет общем продолжение описание ситуации а потом ниже будет что вам конкретно надо написать то есть с кем-то о чем-то договориться что-то уточнить там еще 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 и в этот списочек вопросов в своем емейле должны закрыть в чем заключается бонус из вот этих предложений в листике экзаменационном вы можете делать из этих вопросов можете сделать полноценные предложения вы их можете переделать например утвердительное предложение в вопросительно предложение какой-то персоне или наоборот там вы отвечаете вы можете попользоваться вот этим словарным запасом дай его там немного но первое вы будете уверены что вы правильно слово напишите и второе что вы выполните этот пункт и пожалуй в завершение вот как тренировать шайбан здесь есть только один способ это писать и желательно многое писать у нас был преподаватель и он у группы ну прямо просила говорит ребята вы готовитесь готовитесь к экзамену пишите моя работа проверять то что вы будете писать не ждите пока вам поставят конкретное задание вы о чем-то думаете тему какую-то сами выбрали напишите на листике подойдите к преподавателю на курсах попросите проверьте пожалуйста там на следующий урок мне бы хотелось знать правильно неправильно написал можно также писать например вы реально куда-то обращайтесь в джоб-центр то же самое пишите письма напишите копию письма подойдите к преподавателю вместе посмотрите правильно ли вы его в принципе составили написали пишите своим знакомым немцам то же самое напишите коротенький е-мейл его прямо можно там распечатать на принтер или от руки переписать тоже принесите проверьте во первых вы выписывайтесь а во вторых вы понимаете некоторый алгоритм как преподаватели и экзаменаторы проверяют и на что они больше обращают внимание то есть стройте там сложную конструкцию смотрите да преподаватель все правильно немножко надо там поменять слова местами все отлично или наоборот построили сложное предложение преподавателя нет лучше лучше здесь эту конструкцию не использовать а вот разбить на две части или использовать какой-нибудь там другой коннектор и немножко перефразировать это важно это в принципе не сложно но это требует некоторого терпения поскольку приходишь вечером уставший домашку надо сделать и еще и что-то там написать я писал и много и немного так скажем под настроение и я скажу что мой листик аж до конца курса всегда имел ошибки у меня не было ни одного раза когда я что что-то написал бы и это было идеально правильно это при том что я даже пользовался словарями где-то там какие-то фразы даже целиком подсматривал мы учимся это нормально но ошибки были но когда пишете к концу курса их становится значительно меньше и вы более готовым заходите по шайбину я думаю все подъедет еще часть шпрехен постараюсь может даже сегодня я сделал уже завтра спасибо всем за интерес к выложенным видео готовьтесь все у всех получится до встречи